приветствую всех любителей шахмата решаем продолжаем сдачи третье видео так ход белых белые начинают и выигрывают ставьте паузу решаете ответ ответ здесь очевиден что нужно пробиться ферзем на поле h4 и ставить мат поэтому ферз защищает нападаем белой ладьей на ферзя но здесь у белого у белых получается преимущество что черный ферз вынужден либо бить либо уйти с поля а отойти так чтобы не попасть под удар чтобы защитить пешку него нет поэтому он вынужден бить мы бьем и никакой уход черных не спасет их от мата то даже если попытаться отойти ладьей мы ставим шах черные отходят и так и так будет пать под мат потому что стренивать и не может защищает конь и так вторая диаграмма получается ход белых белые начинают и выигрывают паузу решаете ответ ставим шах у короля одно поле ставим шах ферзем здесь без разницы закрывается либо здесь бить один единственный вариант и ставим мат слоновым вот такое решение и так следующая диаграмма ход белых они начинают и выигрывают ставьте паузу решаете ответ здесь такой ставим шах ферзем бьет и ставим вот такую такую связку но черным ничего не остается кроме когда угов бить и белые выигрывают но материалы соответственно партию преимущество владю против слона и плюс пешки пешек равная но пешечная структура у белых гораздо сильнее и они тут но несомненно одержит победу следующая комбинация здесь ход белых белые начинают и выигрывают ставьте паузу решайте ответ здесь ставим шах здесь получается если черные бьют мы ставим шах шах ладью у черных вариантов немного закрыться бьем ладью и видно по преимуществу что белые выигрывают по материалу другой вариант второй вариант также ставим шах если отходит королем бьем ладью ну черным ничего не остается как либо съесть ферзя тогда они получают вот такой мат все черные уходят и все получается здесь материальное преимущество за белых черным ничего не остается как либо уйти обратно либо идти вперед так еще вариант также ставим шах забирает ставим такой вот шах закрывается тут как вариант рубить ладью тем самым угрожая срубить слона если слон отходит слон лишний один вот если слон отходит слон лишний один вот вот если слон отходит например скажем сюда то нападаем на слона ну и тем самым выигрываем черных тут все плохо следующая комбинация диаграмма белые здесь начинают и выигрывают а также материал и партию ставьте паузу решать ответ здесь ставим ладью на аж три атакуя ферзя ферзя ферзю уйти нельзя сюда поставить рубим бить не ставим на g6 ферзя бессмысленно рубим пешком бить не может так открывается под шах закрыться конем также бессмысленно объем ферзя поэтому у черных один вариант они идут на размен но размен также им не приносит равноправие в данной ситуации потому что черные вынуждены после шаха ферзя бить и конем черные черные бить не могут так как открываются под шах получается преимущественно в фигуру и белые явно доведут эту партию до победы так следующая диаграмма из разряда головоломок попробуйте решить белые должны здесь выиграть нажмите паузу решайте ну естественно мы видим ответ здесь что делаем жертву тут по другому нельзя черный бьет становимся сюда на f1 f2 отдаем бьют вынуждены бить бьем одно поле черные ставят шах так белые вынуждены идти сюда на поле e1 e2 отдаем бьет бьем черные д2 d3 далее отдаем c6 бьем так ну у черных вариантов немного если не идут пешкой или не важно либо королем занимаем поле c4 и д3 сюда ну естественно тут вариантов немного если мы бьем видим что они залезут в под поэтому здесь мы ставим ферзя шах черные вынуждены бить мы бьем одно поле сюда сюда черные опять на а8 становимся на поле а6 у черных нет другого выбора как освободить нам поле а8 мы идем на b7 черные отходят и все куда бы они не пошли белые ставят ферзя ну и мат королем и ферзем поставит любой школьник вот такая вот несложная головоломка задание наде время из задачи восьмого восемнадцатого века но белые навесили мат в один ход но ход черных они начинают и выигрывают ставьте паузу решите решение здесь довольно простое черный король максимум где может перемещаться это с поля а1 до поля c1 поэтому ставим конем шах одно поле и мат вот совсем не простейшее решение следующая диаграмма также задач восьмого восемнадцатого века ход белых белые начинают и выигрывают ставьте паузу решаете но ответ здесь тоже довольно прост ставим шах ладьей черного короля один только выбор бить и ставим такой красивым мат двумя конями вот такое интересное задание теперь та же диаграмма только король белых стоит на g5 также белые начинают и выигрывают нажимаете паузу разрешаете ответ ну естественно здесь не получится поставить шах ладьей на f7 после взятия конем будет шах и ничья поэтому здесь вариант такой ставим шах конем черным ничего не остается кроме как взять бьем королем и ситуация такая что черным необходимо ходить только конем так как король у него связан у него ну куда бы ни сходил конь он не может защитить поле f7 и сделать шах поэтому допустим он отходит и мы также ставим ладью на поле f7 с матом вот немного посложнее задание в предыдущем видео было задание поставить минимальное количество ферзей чтобы они пробивали все поля шахматной доски правильный ответ здесь пять попробуйте поставить пятью ферзями так что пробивать все поля шахматной доски правильный ответ мы от угла отступаем как букву г ходит конь ставим первого ферзя от него второго также буква г и от второго третьего и от второго четвертого ставим и от второго также ставим пятого получается вот так все поля пробиты вот такое довольно сложное здание кто решил тот молодец следующая диаграмма такая что черные поймали белого ферзя дать некуда белые нашли выход из сложившейся ситуации и выкрутились нажмите паузу найдите этот ответ здесь довольно специфичный ставим слона на b6 если любит конем забираем ферзя любит 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 ферзя забираем коня и таким вот образом белые справились с сложной ситуацией и остались в преимуществе в атаке после этого у черных явно позиция будет похуже и все и черные здесь вынуждены защищаться с позиция белых выглядит привлекательнее так ну и последнее задание шахматы на подавке черным нужно сделать два самых неэффективных хода чтобы залезть в мат белым задание сложные непривычные нестандартные попробуйте решить нажмите на паузу ответ здесь такой ходим черным королем на поле е6 белым ферзем ставим шах черный король уходит на поле е7 мы ставим ферзя и ставим мат черному королю примерно такое же задание только мы смещаем ферзя на поле h отсюда мы его убираем так черного короля возвращаем на это любимое место и ставим белую пешку вот такая вот диаграмма также ход черных черные делают максимально двое неэффективного хода и залазят в мат нажмите паузу решить ответ здесь черный король ходит на поле е5 мы ферзем ставим шах черный король уходит на поле е6 и мы двигаем пешку ставим коня и ставим мат вот вот такие вот необычные задания вот мне это